МФЦ-1 С середины, конец октября В Новольбовске Там мы будем ремонтировать помещение Поэтому это чуть позже Там одно рабочее место Это до конца года мы откроем Я думаю, что ремонт Ноябрь, начало декабря И в поселке Епифань Это в 2015 году Это четвертое рабочее место Пятое Значит у нас соответственно На каждое рабочее место Также будет оказывать 140 услуг Как мы сейчас оказываем То есть прием документов по полному спектру По полному спектру И плюс если еще есть непосредственно В данном муниципальном образовании Какие-то специфические услуги То мы их тоже прописываем в соглашении Для данного населенного пункта Понятно Хорошо О, все, всем на память И плюс 5 сотрудников Которые на удаленной Но работать уже начали Или еще нет? Мы уже приступили к работе Технический запуск Произведем Сколько у специалиста Должна быть итоговая годовая заработная плата? Средняя зарплата у нас получается 24 300 Нет, это вот для специалиста Это для всех Для специалиста будет в районе 21-22 тысяч Это при полной загрузке Да, при полной загрузке Которую они будут выполнять Ну вот у меня все-таки Пойка, чтобы мы выходили Ориентировались на среднюю по экономике Тоже, чтобы наши люди Которые работают у нас Тоже получали заработную плату В среднем по экономике То есть мы должны стремиться к этому Хорошо И небюджетка какая-то у вас начинает появляться? Мы начинаем с октября Уже вводить небюджетные услуги Да, соответственно Сейчас подготавливаем нормативную базу Чтобы это было на оформленном Хорошо Нет, много вопросов о ЖКХ Давайте сами Вот вы лично что сделали Для того, чтобы ЖКХ проблемы решить Вот сколько вы подали в прошлом году Заявок на народный бюджет? Вот вы лично Лично нет Так, на 15-й год Сейчас, секундочку Не нокрите, да На 15-й год Сколько вы по заявке? Вот лично вы подали Я уговаривала жителей Которые с 26-го дома Всю зиму не отапливались У нас Хотя отчитались люди Почему не подаете заявку на 15-й год? 26-й год решался с этим 26-й дом коммунистическое Сказали, что Так как у нас отопления в том году не было Наверняка и в этом году не будет И они хотели тоже Выключиться в народный бюджет Мичурина 15-й У нас 15-й У нас через неделю заканчивается Срок подачи заявок Секундочку Вы подали по 26-му Дому заявку Пока еще нет Но будем решать Я первый раз присутствую на этих соревнованиях И хочу, конечно, поблагодарить своего старшего товарища, учителя Владимира Петровича Лебедева Мало того, что он мой старший товарищ Он еще и почетный гражданин Тульской области Человек, который живет интересами Тульской области И вот подобные соревнования, которые проводятся на его призы Мне кажется, это очень хорошее начинание, которое должны подхватывать все люди, которые работают, работали на великой Тульской земле Мы собираемся здесь Под эти соревнования мы готовим наши спортивные учреждения Хотя вот здесь газон у нас так мы и не приняли еще Я вот главе администрации района сказал, что в таком состоянии поле мы, конечно, принимать не будем Он мне тут пообещал до конца сентября полностью все работы выполнить Поэтому прошу, ребята, чтобы вы тоже мне писали информацию Выполняет он мои поручения или нет И приеду еще раз для того, чтобы в начале октября проверить, как это мое поручение будет выполнено Ну а вас хочу, ребята, всех поздравить Поздравить с этим очень хорошим спортивным праздником Здесь вы не только меряетесь с силами, не только побеждаете Но самое важное то, что вы встречаетесь, соревнуетесь между собой То, что у вас есть воля к победе И помните, победа это важное, но не менее важное участие В здоровом теле здоровый дух Успехов вам, ребята! АПЛОДИСМЕНТЫ